Велоспорт, пожалуй, один из самых доступных и популярных видов спорта в нашей стране. Наверное, каждый ребенок любит кататься на велосипеде. Ну а что нужно для того, чтобы заниматься велоспортом профессионально? Куда обратиться? Когда начинать? И насколько это полезно для начинающего чемпиона? Разберемся в программе «Олимп». Оставайтесь с нами, будет очень интересно. О пользе велосипеда сказано немало. Действительно, систематическая езда на велосипеде помогает детскому организму правильно и гармонично развиваться. Ведь во время занятий работает сердечно-сосудистая и дыхательная системы, опорно-двигательный аппарат и улучшается обмен веществ. Наибольший положительный эффект при езде на велосипеде проявляется в тренировке мышц ног. Занятие велоспортом отлично успокаивает детскую нервную систему и значительно повышает стрессоустойчивость. Польза катания на велосипеде для ребенка от трех лет неоценима. Ведь такое занятие тренирует еще и вестибулярный аппарат, позволяет научиться координировать свои движения, работать одновременно, руками и ногами держать равновесие. Ребенок с каждой поездкой становится все более ловким и уверенным в своих силах. Положительно влияет велоспорт и на формирование подъема стопы, что сказывается на профилактике и лечении плоскостопия. Ребенок крутит педали, сидя на велосипеде. Нагрузка на ноги намного меньше, чем при прямохождении. Стопа работает в плавной нагрузке. Кроме того, крутить педали можно разными частями стопы. Педалирование дает возможность попеременно нагружать мышцы стопы, что позволяет им гармонично развиваться. Занятие велоспортом не предполагает никаких систематических ударных нагрузок на скелет или мышцы ребенка. Нагрузка распределена плавно и в то же время задействованы все основные и многие вспомогательные группы мышц организма. Развивает велоспорт и определенный тип мышления у велосипедистов. Вырабатывается привычка контролировать ситуацию вокруг и быстро реагировать на изменения, ведь любой велосипедист – это уже водитель. Ко всему прочему, развивается у велосипедистов и способность к синхронным и асинхронным действиям рук, ног и туловища. Ведь велосипедом нужно управлять, крутить педали и балансировать. В 5-6 лет нужно отдавать вообще велоспорт, чтобы уже ребенок начинал привыкать к велосипеду, получал нужную координацию, умение, резкость. В этом возрасте у него воспитывается не боязнь к велосипеду, умение он уже будет хорошо владеть, равновесие держать. И уже нужно прививать дисциплину именно в спорте, к тренировкам. В форме игры, в форме соревнований детских – это самый лучший возраст. Ну, во-первых, наверное, нужно посоветовать родителям это заниматься своими детьми, в раннем возрасте уже приучать их к велосипеду, чтобы они могли кататься именно на двух колесах, умели держать равновесие. А для этого, да, нужно просто, чтобы они занимались детьми, учили их кататься. Цель данного турнира является, конечно же, популяризация велосипедного спорта, привлечение людей к занятию массовым спортом. А также в этом году мы открываем секцию по велосипедному спорту для детей и маленьких детей. И мы как раз-таки в этом году приглашаем всех участников записаться на эту секцию, заниматься, попробовать себя. У нас имеется все необходимое оборудование, имеются профессионалы. То есть на данный момент таким образом потом в будущем может ребенок подготовиться и захочет стать велогонщиком. Немаловажную роль велосипед играет и в социализации среди сверстников. С появлением велосипеда ребенок начинает тянуться к детям с аналогичными интересами. Вы будете поражены, насколько вырастает авторитет юного героя-велопутешественника, когда он расскажет в детском саду или школе о своих приключениях с верстником. Вы не успеете оглянуться, как ваш юный обладатель железного коня, освоив передвижение на нем, найдет себе соперников по дворовым гонкам и будет с ними соревноваться в скорости. К слову, покататься на перегонки столичные дети теперь могут и на более серьезном уровне. В 2016 году проводился первый гран-три по велосипедному спорту «Олимпийская надежда». Тогда принимали участие около 147 только участников. В этом году больше, конечно же. Идея была такая, чтобы привлечь детей к занятию велосипедным спортом. Показать, что имеется такой прекрасный комплекс, как «Велотрек-Сарарка». Рассказать о том, чем мы занимаемся, чем наш центр занимается. Мы занимаемся развитием велосипедного спорта, подготовкой спортсменов, именно юниоров и юниоров. У нас получается задача развития массового спорта. На те годы стояли такие задачи. В этом году мы открываем секцию по велосипедному спорту для детей. Всех участников, которые сегодня участвуют, мы приглашаем записаться на эту секцию. Все возможные оборудования, специалисты на данный момент у нас имеются в центре. В Европе очень сильно поставлены. Вообще, во многих странах развитых, где именно развит велосипедный спорта, детский возраст, с 5-6 лет у них уже такие профессиональные тренировки. Начинаются на БМХ, закрытых помещениях, где нет машин, безопасно. Они уже в 5-6 лет такие результаты показывают дети. Поэтому они там с 3-4 лет уже катаются во всю. А в 7-8-10 годах они уже, можно сказать, профессиональные спортсмены становятся. Поэтому да, в нашем, в Казахстане нужно внедрять тоже ранее секции велоспорта именно в такой детской игре. Нужно секции, может быть, даже не на государственном уровне, а открывать частные клубы, где будут обучать детей, где будут покупать специальные маленькие велосипеды детские. Потому что у нас как бы не производят, нужно это все покупать, завозить. Думаю, стоит отдельно остановиться на выборе велосипеда. Он должен подходить ребенку по росту и физическим параметрам в данный конкретный момент с учетом различных настроек и регулировок механизма, высота седла и руля. Во время езды ребенок должен свободно дотягиваться ногой до педали, находящейся в нижнем положении. При этом нога ребенка должна быть полностью выпрямлена. Если не получается, опускаем или поднимаем седло. Регулируем руль по высоте и углу наклона. Целим максимально удобное положение спины ребенка во время езды и, конечно, свободное движение коленей. Велоспор довольно травмоопасен, поэтому заранее стоит побеспокоиться о безопасности вашего маленького велосипедиста. Вам понадобится шлем, специальные очки, велосипедные перчатки. Одежда на первое время подойдет обычный спортивный костюм, не сковывающий движение. Однако, если вы планируете заниматься долго и серьезно, нужно будет приобрести специальную велоодежду для тренировок. Несколько комплектов на разное время года. Люди смотрят, что уже третий год проводятся эти мероприятия. Спонсоры тоже заинтересованы, чтобы их видели родители. Показывают рекламы с их продукцией, с их секциями. Уже, допустим, здесь 180, около 180, 200 участников. Каждый родитель посмотрит уже рекламу и уже будет знать, куда можно ребенка повезти. И элементарно родители даже не знают, что есть секции, есть там какие-то кружки, где детьми могут заниматься. А здесь рекламируют, поэтому спонсоры заинтересованы показывать все. В этом году у нас стоял лимит каждой категории по 70 участников. По какой причине мы это сделали? По той, что в том году у нас было большое количество желающих. Именно в категории 5 лет мальчиков очень было много желающих. Поэтому, так как время проведения мероприятия занимает около 7-8 часов, мы в этом году поставили лимиты. Сегодня мы будем проводить турнир, приблизительно займет время, это с 10 утра до 4 вечера. То есть за это время очень дети устают, они хотят отдохнуть, прилечь, приспать. Домой хотят, в принципе. Поэтому, если бы мы могли принять большее количество, но по времени это невозможно, к сожалению. Либо нужно проводить мероприятие уже два дня. Дети получают огромное наслаждение от процесса осваивания велосипеда, от всех вопросов, связанных с покорением дорог. Им нравятся скорости и яркие эмоции. Благодаря увлечению велосипедом, ребенок может найти новых друзей и приобрести авторитет в компании сверстников. Велосипед – отличный источник крепкого физического и психического здоровья. А еще велосипед решает одну из важнейших проблем современных родителей. Как оттащить ребенка от телевизора, компьютера, планшета или смартфона. Так что вашему чемпиону самое время крутить педали до тех пор, пока медаль не дали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова